Хаббат, значит, один из хаседудов, очень важный такой, сам, можно сказать, широко известный хаседуд, и у них сегодня праздник, День освобождения, да, День освобождения, сегодня вышел из тюрьмы, и потом вообще освободился, и это еще, кстати, был его день рождения, Любавич-Стеребе предыдущий. Есть известная история, что все практически Любавич-Стеребе с самого начала, они все сидели в тюрьме какое-то время, ну, вернее, даже в тюрьме они, может, не сидели, но их очень много раз арестовывали, они очень самоотверженно выступали против властей, защищая право евреев, служить Богу, то есть, как бы, изначально в России они возникли, в Любавич, в такое место, Любавич, это сейчас Белоруссия, мне кажется, или граница между Белоруссией и Россией, и Первый Любавич-Стеребе, это было где-то, он умер в районе 1812 года, да, который основатель этого движения, Хаббат, его знали Альтер-Ремы, он спасался от Наполеона, он считал, что Наполеон, который хотел освободить и сделать равные права евреям и так далее, значит, он считал, что это неправильно, что это хуже будет для евреев, и действительно, потому что во Франции почти, ну, Германия, Франция, когда евреям давали вот эти равные права, то они сразу шли в университеты учиться там и так далее, и часто уходили от Торо. И сейчас, кстати, идет операция Йосеф Кицкак, Бенне Хамма, что было МРФ Ашнеба, полное оздоровление, он очень помогал нашему проекту в Айтре, и пусть Всевышний ему поможет, потому что тот, кто помогает другим, Всевышний ему всегда помогает. И он похоронен, как бы он убегал из Любавичи от Наполеона, 1812 год, получается, это где-то был, и он умер и похоронен в Гадичи. Гадичи, это вот между Полтавой и Харьковом, такое местечко, и он там похоронен. И дальше потом был Второй Рэббе, Третий Рэббе, Четвертый Рэббе, Пятый Рэббе, Шестой Рэббе, вот Шестой Рэббе, это был Рам, как раз его звали Йосеф Ицкак. И он родился вот сегодня, 12-й Атамуз, 12-й Атамуз, и потом его арестовали в советское время уже, да, в 20-е годы, присудили к смертной казни, потом очень было интересно, что его шли ввели на расстрел, и повернул этот самый, охранник с ним повернул не в тот коридор, была развилка, его во дворе должны были расстрелять, и они повернули не в тот коридор, пока шли обратно, чтобы дойти туда, приехали уже с письмом, откуда-то там, от начальства, что отменить смертную казнь и 10 лет тюрьмы. Потом, значит, вместо 10 лет тюрьмы, еще там что-то изменилось, его отправили в ссылку на каторгу, потом его с каторги в Кострому, с Костромы и отпустили, и все это 12-го, сегодня, в этот день. И они празднуют этот день Хаббат, празднуют день освобождения. И чтобы раз сегодня день Диула, то чтобы сегодня у каждого из нас наступило освобождение от каких-то своих затыков, запоров, теснин, каких-то проблем и так далее. У каждого из нас есть какие-то свои ограничения, болота, от которых хотелось бы освободиться. И вот сегодня как раз день освобождения, чтобы все освободились от того, что нам мешает. От вредных привычек, например, да, есть у многих людей вредные привычки, это так они и называются, этмокрут, да, когда человек прямо, он в наручниках, да, чтобы мы освободились от всех вредных привычек и вышли на свободу. Теперь сегодняшнее, то, что мы изучаем, врата, врата лести, это очень противоречиво, я сейчас начал перед уроком читать, готовиться, то есть позиция этого автора, например, она очень отличается от позиции Хаббада, да, то есть чем она отличается, смотрите, давайте мы сейчас прочтем, а потом разберемся. Врата лести, есть такое понятие, как лесть, на английском это ханифут, ханифут, какие есть коми, ханифут, ханифа, не знаю, какие здесь еще слова есть похожие, ханифа, но лесть, значит, он говорит, есть девять видов лести, значит, и все виды, может быть, дальше хорошие, но пока первые очень плохие. Он сразу так пишет, лесть имеет девять видов. Первый вид лести, когда человек льстит тому, про которого известно, что он злодей и обманщик, который привещет на добрых людей и присваивает чужое имущество. Когда человек ему говорит, ты не сделал ничего дурного, вот такому, ну, который злодей и бандит, то тогда что? Он делает несколько преступлений. Первое, что должен был его укаять за грехи, а он ему, наоборот, говорит, ты не согрешил, и тем самым он поддерживает творящих зло. То есть тот, кто, получается, поддерживает творящего зло и говорит, что ты не согрешил, он сам, получается, делает зло. Теперь такому жительцу полагается наказание за то, что он не боролся за правду, за то, что он ставит ловушку на пути грешника тем, что он ему говорит, ты не согрешил. Значит, и еще он к нему как бы присоединяется, он становится партнер в том вреде и огорчении людей, которым грешник причинил вред и не возместил им. И он оправдывает злодея. А в Мишле, в притче «Целя слабода» мы учили, что оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость перед Всевышним. Вот, вот так вот получается, представляете? Получается, что человек, который оправдывает злодея, то он становится таким же злодеем, мерзость перед Всевышним. Если он говорит льстец, прелюдия говорит ему, ты чистый праведен, то он этим оскорбляет имя Всевышнего и позволит закон и суд. И получается, рассказывается в Талмуде история, был такой царь Агриппа, он был, то ли он принял иудаизм, то ли он был, в общем, он не был из еврейского народа, но он был царем в Израиле, уже перед древлянами он был. И в Толе написано, не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Прямо в прямом тексте написано. А он дошел до этих слов и начал плакать. То есть, прям в прямом тексте написано, нельзя. Сказали ему те, кто были вокруг него, не бойся, Агриппа, ты брат наш. Братуха, говорят, не переживай. Ладно, в Толе написано, не написано, ты наш брат. И написано, в тот же час они были приговорены к уничтожению, потому что льстили Агриппе. И также там сказано, что тот, кто судит, не должен никого бояться. В Толе написано, судья, никого не бойтесь, не лицеприятствуйте в суде. То есть, неважно, кто что, суд должен быть честный и справедливый, одинаковый для всех. Кстати, это интересно, что Ноах после потопа, который Всевышний уничтожил все человечество, оставил только Ноаха. Он сказал, за что было уничтожено человечество, за разврат. Всякая плоть израстила свой путь. То есть, люди начали, вот, 17 было, было не 17, там, а 117 разных этих самых видов извращений. То есть, были, смешивали они, каждая плоть израстила свой путь. То есть, они скрещивали все, что может скреститься и не скреститься. Они были, как Атлантида, то есть, они были, ну, то есть, они могли менять реальность, да, менять генетику. И все начало, вообще, вся поплыла природа, потому что они скрещивали все вообще, да. И, там, я не знаю, может быть, те кости, которые динозавра находят, это мышку скрестили со слоном, и, значит, появился динозавр. В общем, все они поменяли генетический код мира, это было первое преступление. И второе, грабеж. То есть, они не уважали пределы, ну, оно, видите, рядом идет. Когда люди не уважают, значит, генетически, как Всевышний устроил мир, то точно так же человек тогда не уважает права другого человека. И вот этот вот момент, два было момента, которые не давали человечеству существовать. То есть, если люди перестают уважать права друг друга и уважать границы, которые установил Бог, то мир не может существовать. И вот Всевышний стер мир, да, остался только Ноах. Как бы была такая ковчег Ноаха, это были оставшиеся виды чистых животных, которые вот в том виде, в котором Всевышний их сотворил. Не, как бы, не смешана вся эта история. Все это Всевышний взял, как, знаете, как сейчас из одной клетки выращивают там мясо целое, да. То есть, Всевышний взял это все, как бы, в ковчег. И потом, когда они вышли из ковчега, то он дал Ноаху семь заповедей для сыновей Ноаха. То есть, было семь заповедей для всего человечества. И он, значит, сказал Ноаху первая заповедь, как вы думаете, какая? Для всего человечества. Это для Всевышнего самое главное для всего мира, да. Самое главное для всего мира, это творите справедливый суд. Должен быть суд справедливый. Не так, как сейчас там прокуроров ловят за взятки, судьи ловят за взятки. Те в бегах, все в бегах. То есть, нету справедливости, нету суда справедливого. То есть, у тебя есть деньги, ты заплатил, отмазался. У тебя нет денег, тебя посадили вместо кого-то. То есть, это самое большое преступление. Глобами Всевышний сказал, что если не будет единого закона для всех, то у мира нет права существовать. Так сказал Всевышний Ноаху. И здесь поэтому первый вид лжи, когда злодею говорят, что он не злодей, то этим, как бы тот, кто ему льстит, вот такому злодею, он подрывает основу существования мира. То есть, основа это справедливость. Справедливость истина чек. Тут вопрос, вот тут возникает вопрос сразу. Есть в Талмуде такое выражение, написано так, что в земле Израиля даже грешники, в Малаим, Митсвот, Керевон, они наполнены заповедями, как зёрнышками граната. И пришел один человек к Рэму Любавичскому и говорит, я не понимаю это место в Талмуде. Я не понимаю, говорит, смотрите, написано, что земле Израиля грешники. Кто такой грешник? Это тот, кто грешит, правильно? Правильно. Наполнены заповедями, как зёрнышки граната. То есть, много. Правильно? Правильно. А как такое может быть? Как грешник может быть наполнен заповедями, он спросил. То есть, если он выполняет заповеди Всевышнего, как же тогда он грешник? Почему называется грешник, если он выполняет заповеди Всевышнего? Это он говорит, я не понимаю, что написано. А Рэба ему говорит, я тоже, говорит, не понимаю, что написано. Потому что, если он выполняет заповеди Всевышнего, как же его можно назвать грешником? То есть, Рэба смотрел на полуполный стакан. Он говорит, если он выполняет заповеди, почему его называют грешником? А тот наоборот говорит, если он грешник, как же он выполняет заповеди? Аббату он говорил так, что нужно смотреть на каждого, у каждого есть чистая божественная душа, да, божественная душа это свет Всевышнего, он чистый, то есть свет уходящий, выходящий от солнца, да, лучи света, то есть это, ну как, это чистота, Всевышний он чистый. Теперь заходит этот свет, эта душа заходит в интеллект, и в интеллекте она в какой-то момент смешивается с мышлением человека, с его мыслями, теперь его мысли, они дают ему возможность свободы выбора. Теперь если он выбирает добро и выбирает служиться Всевышним, то, идя по этому пути, он становится праведником. Если он выбирает зло и идя по этому пути, он становится злодеем. А если он вот так вот, то там, то там, то там, то там, то там, то там, кто? Вот я когда-то, ну это шутка была, но в каждой шутке есть доля шутки, да, что если человек, он веган по убеждениям. Вот много есть людей, которые верующие люди по убеждениям, да, они в Бога верят, Бога любят, но ничего не делают. А я даже больше скажу, человек веган, который 23 часа в день не ест мясо, то есть не то, чтобы он совсем ничего не делает, он и овощи ест, и хлеб ест, и крупы ест, он в большую часть времени не ест мясо. Ну иногда, там, я знаю, раз в день, там, полчаса в день, час в день, он иногда подъедает, там, колбасу какую-нибудь или мясо, но он искренне себя считает веганом, и иногда он нарушает, да. Так кто он тогда, этот человек, он веган или он не веган? Или он веган, который иногда ест мясо, или он не веган, который хочет стать веганом и думает на эту тему? Вот этот вопрос очень остается открытым. По этой книге, по этой книге, Ильза, видеть в злодея его добрую часть. Второй лиц лести, вот тут он объясняет, второй лиц лести, это когда хвалят злодея перед людьми в присутствии или в отсутствии этого злодея. И хотя Ильз Тец не оправдывает дурные дела злодея, он не говорит, что он не делал дурные дела, но просто говорит, он хороший человек. Сказано о таком, кто так говорит, оставляющий закон хвалят нечестивого. Потому что, если бы такой Ильз Тец не оставил закон, не стал бы он хвалить преступившего законы, то, что в законе написано. И даже если Ильз Тец не хвалит злодея, а говорит о нем добра перед людьми. Например, вот он сделал такое-то доброе дело, поэтому пожалейте его. Он поступает плохо, потому что слышавшие это считают злодея праведником и оказывают ему почет. А в почитании злодея вкроются великие напасти. Значит, здесь он пишет, что наоборот нужно, когда мы прославляем праведников, когда мы прославляем учение Тору, то тогда мы делаем заповедь, потому что люди хотят тогда приблизиться к Богу, к Торе и так далее. Вот я подчеркнул здесь такую фразу в этой книге, очень интересно. Известно, пишет автор, что цель человеческого существования состоит в том, чтобы служить Всевышним, страшиться его и изучать его учения. Для чего он и создал мир. Значит, получается, оказывающий почет праведникам укрепляет и поддерживает намерение Всевышнего создания мира. А пренебрегающий праведными мудрецами и теми, кто стражится Всевышнего, нарушает намерение Всевышнего и как бы провозглашает, служение Всевышнему не главное. Получается, что тот, кто оказывает почет злодеям, он этим самым оскорбляет закон, и это преступление с тяжелыми последствиями, как написано в «Горе злодея, горе соседа его». Поэтому он говорит, поскольку честь злодеев есть препятствия для людей, остерегайся, рассказывая доброе о злодеях, не упоминая об их зле, как сказано имя злодеев из денег, ненавистен праведником нечестивец. А если не хочешь рассказывать об их злодействии, то уж не рассказывай об их добром. Смотрите, что получается. Большая проблема. Где-то в 1920-е годы была конференция, там конференция «Лига наций», когда это называлось, и приняли решение, что действительно, ну как можно отрицать очевидное, что написано в Библии, весь практически мир Европы, вся крестьянская Европа, на Библии клянутся, на Библии молятся, там все крестьяне. Они говорят так, что написано же в Торе в Библии, что Бог дал эту землю Израиле и еврейскому народу. Ну, это очевидная вещь. Это как бы, ну, я не знаю, в Танахе Библии, да, если взять, но Танаха Библия – это практически идентичные книги, да, это не практически, а точно идентичные. Написано там, Иерусалим упоминается сотни раз, Израиль, Иерусалим упоминают, то есть это земля еврейского народа. Вот они решили, что надо отдать, это была декларация Бальфура, что еврейский народ должен вернуться, получить свой дом, там, где есть дом, да, то есть ремляне какие-то озверевшие выгнали евреев, тут они распахали все, захватили, угнали, ну, грабители. Ну, это же, если, даже сейчас по документам, если у тебя есть документы, что это твой дом, то тебе его должны вернуть. И, значит, приняли решение, что евреи сюда возвращаются, все, начали сюда возвращаться евреи, но первые сюда вернулись сионисты, то есть они сбросили себя Ермо Торы, и первые сюда вернулись. Здесь были ученики Бальшим Това, в 1750 году была огромная волна Алии Хасидов, здесь были ученики Виленского Агаона, сюда приехали, жили здесь всегда в Иерусалиме, в Цфате. В Цфате еврейское население в 1800, я вчера как раз смотрел, в 1830 году в Цфате жило 4000 евреев, 4000 евреев жило в городе Цфат, в 1837 году было землетрясение, он разрушился, этот город. Значит, до землетрясения жило 4000. То есть евреи здесь жили всегда, никуда евреи не уходили из Израиля, но, значит, на тот момент, когда в 20-е годы Лига Нации сказала, что вот евреи сюда возвращайтесь, то на этот призыв больше всего откликнулись именно сионисты, которые были нерелигиозные. Нерелигиозные, и они создали здесь отряды самообороны, они, значит, были кивуцы, вот эти колхозы, то есть они хотели здесь построить социалистическое государство по типу Советского Союза. И, значит, поэтому потом Советский Союз поддержал государство Израиль в образовании в 48-м году, потому что Бен-Гурион, он защищал вот эти вот социалистические идеи. А здесь жили в это же самое время, жили, они назывались Канаим, то есть евреи, у которых был Раф Зоненферт, он был глава как раз вот этого вот направления, главный Раф Иерусалима, и приехал сюда Раф Кук. Раф Кук это был основатель религиозного сионизма, да, то есть именно есть религиозный сионизм, которые говорят, что ничего, вот эти вот евреи-сионисты, которые нерелигиозные, они как бы начало были освобождения. А в это же самое время религиозные, которые были такие религиозные и религиозные, они говорят, какое же начало освобождения, они же мать не соблюдают, они злодеи, которые отрицают всю Тору, ну то есть вообще, как можно их сказать, что они начало освобождения, если они конкретные злодеи. Вот это был их главный, главный был спор, причем спор был очень сильный, и этот спор продолжается до сих пор. Я думаю, насколько это выражение как раз является вот этим вот, как сказать, ну вот главным, что грешники полны заповедями, как гранат, да, зернышками, но если они полны заповедями, как же они грешники, так как к ним относиться? Относиться к ним как к хорошим людям, которые грешат, или как грешникам, которые иногда делают добро. Здесь написано, что запрещено хвалить грешника, не рассказывая одновременно его злодействия. Прямо в тексте написано. Эта книга написана тысячи лет назад, это классика такая, да, и очевидно, что воравзон Энфильд и те, которые не признавали вот этих нерелигиозных сионистов, они отталкивались на вот этот вот момент. Третий вид лестия, это когда хвалят злодея в лицо, говоря ему, ты милый и хороший человек. Это грех, хотя такой лестец не хвалит злодея на людях, чтобы было бы для них ловушкой. Но преступление этого лестца велико. То есть даже нельзя, чтобы, знаете, вот сейчас Хаббатский Равин, например, да, какой-нибудь, они очень самые добрые, они все время людей приближают, на улице одевают фелины, они вешают мезузы, то есть они реально делают миллион добрых дел, да. Но вот тут вот, ну как они это делают? Вот они говорят прямо этому человеку, который там только что он ел свинину в другой руке, там держит всю запрещенную еду, только что он занимается, там у него казино, и там вообще он может преступник конкретно, да, в тюрьме. То есть они очень много в тюрьме ходят, помогают, одевают фелины и все. И он ему говорит, ты милый и хороший человек. А тут написано, когда хвалят злодея в лицо, говоря ему, ты милый и хороший человек, этим самым совершает грех. Если это на людях, это вообще страшный грех, ты как бы им говоришь. Большой вопрос. Все на воде вызывают Кторе, там какого-нибудь человека, который, ну, все знают вокруг, что он преступник, на нем пробы негде ставит, да. И он знает, а его вызывают Кторе. Но тот, кто его вызывает Кторе, Равин, он идет по любаяческому Рэбе, и он видит в нем вот это вот зерно из круг святости, да, и он ему говорит, слушай, ты хороший, добрый человек, оставь этот плохой путь, но зачем ты мне это, давай, там, больше делай добра, больше то. То есть он его хочет повернуть на сторону добра. Но по факту это написано, что если хвалят злодея в лицо, это грех. Преступление этого листца велико, как написано, уставил листец губит ближнего своего. Почему? Потому что когда хвалят злодея, тот верит листья и станет считать себя праведным, и станет самодовольным, и возгордится, и не раскается. Потому что когда хвалят человека неправедного, он скажет себе, это верно, я действительно таков, и вот этот человек уничтожен листью, а праведник не возгордится, если его похвалят. Так говорят мудрецы. Как праведник? Если даже все люди будут говорить тебе, ты праведник, то ты будь в своих глазах, лучше смотри на себя, как злодей. Так написано в Талмуде. Почему? Написано на коричь. Если у тебя есть друзья, которые тебя хвалят, и есть друзья, которые тебя упрекают и укоряют, люби укоряющих и ненавидь хвалящих, ибо эти приведут тебя к жизни в будущем мире, а те сживут тебя со светом. То есть льстивые уста, говорится, льстивые уста подготавливают падение, говорит Мишли. Это само лесть. Она вот сейчас может три вида лести изучили, дальше будет четвертый вид лести. То есть мы видим, что лесть, она, конечно, льстящему, она его вводит в преступление, а тот, кому льстят, она его укрепляет в преступлении. Представляете? Поэтому Саба из Наварда, когда великий мудрец, он ушел от людей, он говорит, а я не знаю, что делать, потому что куда ты не станешь, везде ты можешь опасности. Отношения с людьми – это самая опасная зона, где легче всего согрешить. То есть это реально прям вот такое, как сегодня я послал в группу Майкра, жизнь и смерть на кончике языка. И жизнь и смерть на кончике языка. Человек своими словами, своими мыслями, своими выражениями. То, что говорит себе – это его способ решения. То, что человек говорит другим – это его взаимодействие с другими людьми. И жизнь и смерть на кончике языка. То есть ты можешь себе создать вообще своими словами рай и здесь, и там. А можешь своими словами все это уничтожить. Магия – это магия. Есть отличная книга, которая об этом рассказывает. Так она называется – «Реальная магия». В ней рассказывается о том, насколько вот все-таки действительно магическая сила у языка. Потому что то, как человек воспринимает мир, то, как человек воспринимает мир, то, как он себя описывает мир, это и есть тот мир, в котором он живет. То есть вы своими словами выстроим свой мир, себя, свое будущее. Вы строим свое настроение. Вы или закрываем себе все пути, или открываем себе все пути. То есть все, все, жизнь и смерть на кончике языка. Значит, давайте идти просто по… Что нужно отсюда сделать вывод? И давайте, кстати, очень полезно делать в конце урока выводы. Это очень важно, чтобы для себя зафиксировать. Вот какой вывод, да? Не льстит злодея. Но кого-то считает злодеем, тогда у нас остается под вопросом, да? То есть кто злодей? Опять же, этот вопрос очень остается. Кто у нас злодей, а кто не злодей – это вопрос. Львович Теремы сказал, что каждому надо увидеть его вот эту вот божественную искру и ее раздувать, как бы усиливая, да? То есть там, куда идет внимание, идет энергия. Это был его подход. И Рав Кук точно так же говорил. Он видел в этих сайонистах, он видел в них их там, какие они молодцы, как они заселяют землю Израиля. Даже если ты хоть одну заповедь выполняешь, ты уже цадик, там и так далее. Это такой один подход, да? Одна линия. Вторая линия, она – воевать со злом. Видит зло и прямо на него воевать, идти на него войной. Это другая линия. Какую линию выбрать? Очень сложно, очень сложно. То есть я думаю, что поэтому, поэтому лучше направить все внимание на себя. Чем меньше мы говорим про других людей, тем меньше мы будем ошибаться, да? То есть лучше внимание направить на свое развитие, на свой рост, улучшать себя, исправлять себя, приближаться ко Всевышнему, больше молиться, больше учиться, то есть идти по беспроигрышной такой системе, да? То есть, Света, тут ты никогда не проиграешь. Благодарить Всевышнего никогда не проиграешь. Восхвалять Всевышнего никогда не проиграешь. Учить Торо никогда не проиграешь. Делать забаведе никогда не проиграешь. То есть, есть бесспорные действия, которые ты никогда не проиграешь. Есть спорные разные действия, в которых лучше их тогда избегать. Да, это самый правильный путь, что избегать вот тех вот моментов, где есть вот это вот сомнение, да, я вам напоследок расскажу историю, значит, очень мне это нравится, она именно метафора такая, о том, что вот в спорные вопросы лучше не влазить. То есть был такой хозе из Люблина, он жил в Люблине, великий раввин, он был слепой, он не видел, но его называли видящий, он был ясновидящий, да, ему приходили, он там давал очень людям разные хорошие советы, и как-то к нему пришли люди, говорят о суде, есть вот два там от Мора, два раввина, два лидера таких, да, и они между собой в конфликте, и вот они в конфликте, и они, значит, у них совершенно разное мнение, И, значит, вот пришли одни, которые за одного, другие за другое, третий сомневаются, говорят, вот что, значит, ты за кого? Он говорит, ну, смотрите, оба это великие мудрецы, оба имеют, вот как сейчас мы, да, два разных взгляда, Раф Кук святой, значит, этот Раф Зонинфилд святой, но у них были разные взгляды, Любая Штереба святой, Раф Шах, который выступал резко против Ребы, против его подхода, тоже святой, его спрашивает Хозе из Люблина, ты за кого? Он говорит, я вам расскажу историю, как там лесу, значит, лев, он шел после большого какого-то хазистского праздника, много выпил, и с утра у него было очень плохое настроение, и сильный перегар, и лев, значит, хватает, он, волка, и говорит, волк, есть у меня, есть у меня этот перегар, так, наверное, отдыхнул, волк, говорит, есть вообще дышать невозможно, лев голову свернул, говорит, ах ты, говорит, вообще, царя зверей не уважаешь, как ты вообще можешь так неуважительно со мной разговаривать, и убил этого волка. Потом он хватает зайца, говорит, заяц, есть у меня перегар? Заяц говорит, вы знаете, какой перегар, говорит, фиалками пахнет, этими ландышами и земляникой. Тот ему говорит, лев, как ты можешь царю зверей брать вообще, да, я же знаю, что есть перегар, и тоже зайца, значит, убил. Хватает лисицу, говорит, лисица, есть у меня берега? А лисица такая, говорит, уважаемый царь зверей, лев говорит, я бы с радостью ответил на ваш вопрос, но у меня, говорит, две недели насморк, коронавирус, нет запаха, не знаю, говорит, не знаю. Так он им рассказал, что лучше в те споры, в которых спорят разные великие люди, а и какую бы ты сторону ни принял, то у тебя, если ты за эту сторону, то там проблема, за эту, там проблема. Лучше всего не вступать во все эти религиозные споры, вообще, не надо, а идти бесспорно, по всем понятиям. Делаешь знакомый, делаешь добрые дела, молодец, значит, молишься, благодаришь Всевышнего, молодец. Значит, сомневаешься, как Всевышнего назвать? Назови Всевышний. Бог творец мироздания, не ошибешься. То есть, иди вот этими безошибочными путями и не вступай во все эти там религиозные споры, споры между людьми, кто хорош, кто нехорош. Иди, значит, делай правильно. Всем удачи, успехов, чтобы было у всех благополучие, в духовном, материальном, здоровье. Шалом здесь, шалом с людьми и шалом, значит, во всем мире. Мы должны привести миллион часов изучения Тора, наша цель. Поэтому много учимся, делимся уроками, смотрим каждый урок по нескольку раз, помогаем ВАИКРА распространять уроки, кто как может. Кто просто делится со всеми друзьями, кто может проводить, проводит, кто может поддерживать деньгами, поддерживает. Наша цель – осветить мир, чтобы был миллион часов в месяц. Я думаю, тогда придет в машинах, и мы все его увидим. Все, всем до завтра. Счастливо. Продолжение следует...